Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас две части трансляции, сравнительно короткие. Первая часть, скорее всего, будет без вебочки, потому что я грязный как черт. Вот, и в общем, давайте с голосом только. На чем мы остановились? У нас первый и победный, конечно же, трай начался вчера. Все идет пока по плану, то есть мы выполняем большинство миссий, мы покидаем регион, когда это нужно, для того, чтобы не провоцировать врагов. Переключаемся на менее защищенные регионы с низкой бдительностью врагов. И, ну, сейчас вот выполняли миссии. Давайте вспоминать, что у нас происходит. По исследовательскому процессу делается экспериментальное оружие. После соответствующего следующего грейда мы сможем начать строить зону испытаний с соответствующими классными апгрейдами. Два инженера работают на расчистке инопланетной техники. госпиталь у нас есть. Говоря о госпитале, сразу переходим к бойцам. Где есть только одно ранение. Это ранение произошло в рамках одной из секретных операций, когда мы попали в серьезную передрягу. И Кроу получил все-таки, к сожалению, ранение. Денег как не было, так и нет, но такая тактика. Погнали. Две миссии. Разбойное нападение. Разохватите ресурсы адвента. 7, 9. Кто у меня здесь есть? Контактники. Два рейнджера, ниндзя, гранатометчик-специалист и еще один гранатометчик. 6 человек в общей сложности будут стараться забрать как можно большее количество ресурсов. Но пришельцы-то тоже идут вперед, к сожалению, да. У них там появляются новые технологии, новые пушки, новые виды инопланетян выходят на тропу войны. Давай внимательно. У нас есть Блэйдмастер, плюс у него легкий шаг. Здесь есть, соответственно, три гренки, взрывы. Полевой хирург, хороший специалист. Окспер, лучший наш специалист. Он хорошо ломает вещи, самые разные. С трассой, с светошумом первый рейнджер. Еще один со светошумом. Ну, короче, да, такие ребята готовые посражаться на средней ближней дистанции, так скажем. Ладно, с богом. Ниндзя идет вперед для того, чтобы понять, насколько мы можем подходить в целом здесь. Спасибо, ВВБ. Да, выходит, сейчас овер будет. Ну, первый пак простой. И никто не пострелял, блин, серьезно. Вы охренели, что ли? И два овера у нас. Охренеть, никто не пострелял? Ну, ясно. Начало очень плохое. Ну, то есть тут... Прямо очень плохое начало. Что же делать-то, а? И если не агрить ниндзю, то... Видимо, придется гренка-гренка вообще тратить. Блин, вы серьезно? Ну, так-то меня расстреляют. Допустим, дальнего... Блин, гранаты жалко, капец. Всего два человека. Погнали. Плохо. Выхожу из инвизы. Перебиваю. Ну, я потом не смогу действовать сейчас в скрытности, понимаете? Вот я двоих, типа, убил. А дальше что? Все, ниндзя уже... Ниндзя уже отстрелялся, можно сказать. Помехим. Тут есть вышка, которую можно поломать. Варвар, привет! Блин, сразу сложная миссия. Повышает защиту мобильность. Поехали. Немножко баксов заработали. Сверху. Хорошо. А эти вроде обычные. Ладно, не обычные. Блин, жалко, я не спрятался все-таки. Четыре человека минимум. Два пулеметчика, змея. Эти тоже сагрились. Хорошо. Так, это очень похоже на гранату. Нормально, врываться будем сейчас. Да, это очень похоже на гранат. И стреляют по бескаверному чуваку. Нельзя так оставлять никогда. Блин, вот я дебила кусок. Ранение уже. Уже ранение. Овервотч. Да, мне нужно, к сожалению, делать этот самый урон в молоко. Надеяться на то, что у него не будет лута, что снимутся стенки, что появится вижн. И надо еще подлечить, сейчас скорее всего будет. Наблюдение отменено, а лута у него не было. Но одна граната на одного человека, это, конечно, очень расточительно. Самое логичное. Почти подрезали. Почти не считается. Делать уже верный выстрел, его убивать. Ну, потому что он флангует, он сейчас самый опасный. Отличный выстрел. Царапина. Этого товарища. Блин, кое-как вообще. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут одной клеточки не хватает. Чтобы ход выиграть. Хотя, вроде как, мы можем... А, какая разница, мы же полный ход делаем, да? Ладно, давай так. Спурили, кажись. Да. Ладно, это последний. Это последний, тем более, мы достаем раз. Мы, скорее всего, протоколом блокировки 100% этого дрона убиваем два. Соответственно, сюда раз. Мне нет смысла за... Да, это 8 человек. Там максимум один человек останется. Это соло-дрон. Нормально. Этого режем с высокой вероятностью. Раз, блейдмастер. Дрону убиваем. Все остальное собираем. И эвакуируемся. Я бы начал еще центр военной подготовки, или как он там называется. Вы по-разному смотрите на ситуацию. Им там из штаба виднее. Штабные крысы. А мы на передовой сражаемся. За землю, за нашу. Гранатометчик не очень опытный, но как раз задача и была его прокачать. Абер отправляется отдыхать на 6 дней. Материалы, кристаллы, инопланетные ядра, чистый инзумруд. О, еще материалы, смотрите. Повар подарил видолецу еще прямочок. Вот эти вот материалы мы... Смотрите, 63 это на миссии, а 35 это специалист нам принес в этой миссии. И в результате у нас 137 материалов. Госпиталь построили, центр тайных операций есть. Да я думаю, надо уже делать реле питания. И... ну конечно, блин. Ну как, срабатывает 20% просто. У нас проблема с секретной операцией. Ой-ой-ой-ой. Очень много рандома на этих миссиях. Сразу пул. Это плохо. Два обычных, это очень хорошо. И... это плохо. Это хорошо, потому что мы, по сути, увидели всю карту. Все три пака, которые здесь есть. И у нас, соответственно, есть возможность уверенно вот этих вот убить. Не... ну... Понимая, что нам ничего не сделают. То есть мы не спулем здесь никого. Поэтому я начну с того, что... Убиваю раз этого. И повезло, что это солдаты обычные адвенты. То есть они умирают вообще легко. Ниндзя, у меня кажется, блейдмастер. То есть он не должен особо... Да, он блейдмастер. Он не должен мазать. У него 100%. Специально я качал ниндзя таким образом, чтобы... А вот это плохо. Вероятность царапины была порядка 10%. Плюс граната, скорее всего, максимум убьет одного. То есть лут не покоцает. Мало урона. Не, суммарно неплохо семерка. Но все он так. Мы обойдем. Давай выйдем сюда. На карте больше никого нет, скорее всего. Ножик только 76. Это плохо. Что-то я не... Видимо, дистанция такая. Так, убили этого. Убиваем правого. Остается только два... Ну, три человека. Ну... 4-7, ирон. Хорошо. Вдруг еще кто-то будет. Никого нет. Выпадом его убиваем. Поднимаем лут. Вот от 7 до 9 врагов мы убили 5 и видим 2. То есть, по сути, как раз ориентировочно это и есть последние те самые враги. Урон, кстати, прибавился к этому, к дробевику плюс 1. Видели? 9, 17, а не 8, 16. What do you expect? Ну, вроде не в дыму. Я специально так кинул, чтобы... Да, нормально. Этого убиваем, если не царапина. Хотя даже если царапина, можем убить. Шикарно. Ну, вот если бы не вот эти вот 10%, мы бы прошли эту миссию близко к идеальному. То есть, без ранений... Ранение — это плохо. Ранение — это плохо. Не смертельно, но неприятно. Потому что сразу после этой миссии тебе необходимо просто отправить новых бойцов на секретное задание. А там уж, может, и не хватить. Возвращаемся. Еще и успешное выполнение миссии. А, здесь диверсия у нас готова уже, да? Опасная миссия, учитывая то, что... Да, здесь нас много, но здесь бойцы не такие опытные, к сожалению. Всех уничтожить надо. Заложить взрывчатку. О, есть первый контакт. Дрон. А вот дрона я бы сломал. Вот попытался бы его сломать. 50, не 50. Вот с этого... Вот с этого я люблю начинать. Сразу минус один противник со стороны врага. Плюс камни, плюс разведка, плюс танк. О-о-о-о, обожаю. С следующего хода начнется жара. Потому что мы прямиком к памятнику полетим. И там... О, еще один дрон. Здрасте. Один дрон увидел другого дрона. Сдал, можно сказать. Раз. Видим кого-то уже. Змеюка под люка. Начал бы снайпером веселый выстрел бы, если хорошая вероятность. Мочи вейперов. Там двое обычных, очень слабенькие. И раненый вайпер. Давай, кумцу мир. Змеюка под люка. Сейчас еще спулем. А, еще слева. Так, хорошо. Этого спулею ничего страшного. Он подсократит мы хоть. Его сможем расстрелять. Ну, здесь понятно. Дебют 86. Плюс пристрелка есть. То есть тут вообще без шансов. Потому что бронебойные патроны. Давай так. И дым еще сверху. Полирнем дымом. Потому что... Да, еще... Еще можно сделать этот... Массовый сапресс. Так, чтобы совсем уж наверняка. Наверняка. Но я... Исключаю людей, которые... Ну, пытаюсь убрать... Из-под... Здесь что, кавера нет, что ли? Ладно, здесь есть. Не буду сапресс делать. Все, дрон, удачи. Погнали. Эти дезориентированы. Двое из трех. Дрон улетает тут же, несмотря на дезориентацию. Плюс ранение. Этот пес подходит. Мажет. Аспирант, как Лемминг, идет фланговать. Но может спулить еще пак. Не пулит пак. Молодец. Флангнул раз. Минуснул щегла. С пристрелкой вообще... 97, представляете? Там плюс 30 от верного выстрела. И еще... От пристрелки 20-ка. Такая имба дикая. Реальная имба. Это... Ну... Так нельзя строить вообще. Этого флангуем. Скорее всего, пулем следующий пак. Смотрим, сколько там их... Находится. Это раз. Пять человек убили. Пять. Пять. А, он вообще... У-у-у-у. Это же снайп у меня другой. У-у-у-у. У-у-у-у-у-у. Хотя нет, 96. Зачем неверный? 96 в прошлый раз не попал. И здесь не хватило урона. То есть, получается, аспирант с лазерной пытается офицера убить. Фаночка добивается обычной пушки вот этого товарища. Потому что у него один хит, и она справится в любом случае. Модифицированный лазерный. У меня вообще прицелы обычно не падают. В прошлый раз везло, в этот раз нет. 4-7 плюс шанс крита. Отличным. Остается один. Аспирант, будучи леммингом, получает еще повышение. И пулеметчик добил. Молодца. Но у него лута не было. Ладно, хрен с ним. Осталось только подминировать памятник. Весь лут собрали. Ранений не получили. Пауза в несколько секунд. Безупречно. Без ранений безупречно. Рейд за материалами. Два дня. Ну, приехали. Зря я памятник рванул. Надо было скипать эту операцию. Ну, за два дня я материалы никаким макаром вообще не... Не надо было мне взрывать памятник. Вот не надо было взрывать памятник. Оценка ситуации. Сможем ли мы... О, нормально. Здесь разведка местности есть. Так, здесь еще одно. Разбойное нападение. Захватите ресурсы. Блин, вот это, конечно, плохо. Цель новая здесь. Один день. Колонна адвента. Уменьшение силы врага. Один день. Не могу. А здесь я буду ускорять проникновение. Да, потому что... Мне вернут частично разведданные, но... Я не хочу рисковать миссией. Погнали. Ух, как же, что тут давит. Ну, это... Из-за того, что я устроил диверсию, они начали стягивать сюда силы. Из-за этого те миссии, на которых я отправлял из расчета, что там будет небольшое количество людей, они стали сложнее. И... Трущобы, теневая улица, город Москва. Мы в инвизе. Мы должны пробежать по мосту, добраться аккурат вот досюда. И там уже в рамках там одного, может быть, двух ходов мы будем уже на месте. 73 взлом. Ну, это Окспир, он топовый. Сейчас попробуем. Может, даже больше, чем. Иногда неправильные цифры показывает. 65. Нет. Блин. Это плохо. Главное, в рамках этого хода не уходить никуда, блин. Ну, то есть вниз не прыгать. Так, здесь логично. Фортуныч пытается убить, не получается. Хогичем бы выстрелить по бронированному. Потому что у него, опять же, патроны. Очистилищик адвента довольно... Слушайте, а не взорвется машина мне... Да что ж, серьезно? На следующий ход подходим, открываем. А, Ивак. Ивак надо было сделать. Что ты опять, блин, торопишься? Ивак. Прошлый раз, кстати, он забаговал, не вызвался сюда. Так. It's time to go. Посмотрим, какой нам бонус дадут. На следующий ход только собираем лут, чтобы не пулить сейчас в середине хода. Снижает стоимость контакта. Но не дотягиваем. 50% хотелось. Хотелось. Ну, тут по-любому надо подходить и пытаться верным выстрелом ранить кого-нибудь из правых. 74-74. Лучше наиболее правого. Потому что ему проще обойти меня. Есть ранение. Далее. Снайпером обходим так и стреляем по флангу Змея-86. Хорошо. Здесь не подняться из-за машины. Лол. Здесь не подняться из-за машины. Надо бежать аж туда. И здесь тоже заблочено. Так, лучше перевызвать его. Через два хода. Вообще, так строят карты. Капец. Не подняться нигде вообще. Валим. Но ранение я получил. Ну, три змеи. Что вы хотите? Три змеи. Разведданные назад вернули. Получили, по сути, здесь, кроме экспы, небольшое количество модов. Немного, в общем. Главное, ничего не потеряли особо. Здесь будет босс. Какая задача? Передатчик. Тут сопротивление будет у нас. Миссия быстрого эвакуации. Зачистка старт без скрытности. Защититель подключения. Да. Кажется, я помню этот город. И помню эту миссию. Помню этот передатчик, будь он не ладен. Передатчик. А где сопротивление? А, стоп. У нас тут другого типа... А, нет. И вот они. Вот они появились. Они просто не сразу резнулись. Так, смотрите. Действовать основной группой нужно очень быстро. Потому что самая большая... Ну, группа врагов находится вокруг. Вот в округе. Вот в этой вот. Здесь будет босс. Сто процентов. Не помню какой. Добомбить будут. Мне бы выключить мэка. Вижу мэка. Могу ли я его отключить? И с какой вероятностью? У меня топовый специалист с одной стороны. 80 процентов. Это то, что он больше всего может причинить мне вреда. Вообще на карте три пачки. По четыре человека явно. Мэка пытаемся заблокировать. Есть. Можно было взять под контроль. Но 50 процентов всего лишь. Лучше его оглушить. По крайней мере в такой ситуации. Оглушаем мэка. Сможем подготовиться лучше его убить на следующий ход. Так, здесь бы я все-таки сделал быстрое развертывание. Закинул гренку на халяву. На этих. Даже не двоих. На одного. Ну ладно, на двоих. Вдруг там царапина будет. И штампанул одного бы ножом. Которого мы флангуем. А-а-а. То есть так он не работает. Очень жаль. И босс. Босс. Снайпер. Наслаждайтесь моментом. Смотрим. Так. Овервотч на него не работает. Контузия. Дополнительный урон от взрывов. Хорошо. И жнецов. Дополнительный урон от жнецов. У меня есть жнец. Но она, конечно, мега опасная. Блин. Сейчас я у него, конечно, постреляю. А, не срабатывает на нее же ничего. Да, точно. Как бы мне справиться тут? А, во, пожалуйста. Бронебойный. Дебют. По мэку пусть стреляет Аркадий. Правда, лучше не подставлять фланг. 100. Отлично, да? 65, 65. Не, давай 100 лучше. Оставили. К сожалению. Короче, ниндзя выходит из этого. Ну, мне нечем здесь убивать. Плюс он сам по себе рисковал, оставаясь там. Еще увидели кого-то. Беда. Не, не беда. Можно тут верным выстрелом покоцать. Раз и два. Ай, попал. Вообще молодец. Фомбич, красава, блин. И... И 95. Ай, красава. Фигня. 50%. Есть. Так, с паком справились. Здесь, соответственно, фортуны чем надо протоколом помощи. Я бы даже кинул сюда дым. Закрываем двух проблемных. Себя только не закрываем. Нет. А, хорошо, не массовая. Так, и подкрепа. Короче, надо сейчас прям... О-о-о-о. Так, а сможем ли мы здесь Мэк это ушатать? Сколько у нас гранат? 77. Давай. Выстрел на скидку от Фогича. Хорош. Мэка убрать бы. Похоже, сможем. Ой, куда ни глянь, везде проблемы. Я не пойму вообще как так. Хорош. С-4, 3, 5. Погнали. Давай, родной. 5. Йос, 5. Максималку выкинул. Минус Мэк. Так. Здесь точно стреляем, потому что фланг и... Так. Ты, мазуха. 10%. Е-е-е. Ух, шатал сектоида. С пистолета-пулемета. Пси, пси, хорошо. У нас там есть дезориентацию кого-то. То есть, лейминги справились с пачкой просто врагов. Меком и тремя сектоидами. Осталось здесь пережить. Ой. Ой. Даже палкой иногда стреляет. Blind squirrel. То есть, там другой... Слепая белка, видимо, орех находит. Или что-то как там английская пословица. Я хз. А вот и подкрепа. А лейминги бесплатные? Конечно, это не бесплатные лейминги. Четыре человека мне падает в спину. Ё-моё. Пулеметчик. Милишник. Стрелок и обычный. Здесь гренку надо будет кидать. О, не надо будет. У-у-у. Ай, хорош. Верный, Виверный, может, и зайдет. 4-6. У него 5 хитов. Вообще, подкрепа убили. Просто играючи. Он реально, может, мне тут просто... Может, кавер снять с него, а? Да, давай. Оставим этого как за... Ну, приманку. И эту штуку мы можем убрать. Блин. Может, ты убежишь куда-нибудь? Не убегает. Ну что, он действует. Я надеюсь, что он... Скорострел. Что это? Такой неправильный скорострел. Дезориентация. Крюк. А ты можешь побольше действий делать, пожалуйста? А то мало как-то. Ты издеваешься? То есть, выстрелит с пистолета. Дезориентация. Крюк. И... А. Не, ну понятно. Там скорострел. А хотя это руки молнии, наверное. Не требует действия. Крюк не требует действия, естественно. Не спускается. Хазачин. С-3, давай, проверь. Хотя бонусный урон еще идет оттуда. Царапина. Ну что, он убегает, не убегает? Кажется, ему плевать. Надеюсь, что пол у него упадет просто. И он разобьется. Сломает ноги свои. Выронит пушку. Его запинают там эти... Сопротивления. Падай, Вася. Упал, кажется. Ну, какой урон? Два. Все. Ой. Видаем. Флангов не вижу. О, он молодец. Он передатчик начал убивать. Красава. Сообразительный какой. Красава. Так, нет, это не надо пока делать. От гранат. На-на. Тебе некуда бежать, тварь, мразь. Получил? Обидно? Ну что, быстрое развертывание. Гренку ему. Для начала под ноги, опять же. У него осталось пять хитов. Пять. Карл. Три. А что с укрытием? Убегай. Не, не хочет убегать. Его. А, ниндзя же был. Добрый день. Фух. Ну, потеряли, конечно, мирных человек. Четыре, наверное. Все. Но регион-то спасли. Никого не потеряли. Очки способности получили. Еееей. Но я все равно не понимаю, как... Как избежать... Как избежать карательных. Похоже, я вас недооценил. Оказывается, старейшие не преувеличивали ваши способности. Это еще начало трансляции. Слушай, что с тобой будет через 20 стримов? У-у-у. Три ранения. Пять потерь. Пять все-таки мирных мы потеряли. Но главное, мы не потеряли бойцов. Там есть серьезные ранения у снайпера Фогича. Он на 20 дней уйдет. Даже с учетом лазаретов. Семь девять. Хорошо. Вывести ресурсы. Сюда мы пришли просто за там четырьмя ящиками. Все. Никого не убиваем без необходимости. Эвакуация сразу после того, как нас рассекретят. Так, здесь у нас странники. Не забываем. Смотрите. Двигаемся мы... Все-таки поверху. Я зря спрыгнул вниз. Потому что там больше вероятность того, что ты... Кого-то повстречаешь. О, выходит. Причем здесь два пака получается. Я бы начал с этих. То есть мы запомнили, как они подходят. Сейчас мы разместимся здесь. Чуть правее сдвинемся. Чуть-чуть правее сдвинемся. Точно фланганули. Поехали, ребят. Эвак после этого. Эвак сразу. Стреляем. Минус один. Блин, сейчас в спину могут пострелять. Хорошо, ладно. Эвак. Пошел, Эвак. Собираем раз. Да, ранение. Капец. Ну вот я приехал. И то не факт, что я его здесь убивал вообще. Крейты забирают. Да, сейчас главное забрать два и все, и спокойно свалить отсюда. Дальше два крейта. И как раз пометили. Опасно. И враги. Три сектоида. Ааа, зомбаря, да? То есть это еще не пул. Надо хорошенечко подумать вообще, стоит ли туда бежать или не стоит. На эти крейты. Потому что три сектоида против трех пацанов наших, это довольно опасная штука. Я бы даже назад отступил. Ну, потому что, потому что... Паника, контроль, дезориентация и все. И дальше ты уже думаешь, каким макаром тебе закинуть светошумовую или убить сектоида, которые контролят твоего, а у тебя никто не может ничего сделать. Ладно, хотя бы так миссию пройдем, правильно? Эвакуация, эвакуация скоро. Мне на нее, на эту миссию давали очень мало времени. Я кого смог, того и послал. Собственно, крейта, 20 точности. То есть сначала шлифуешь, точнее это, снимаешь гранатами или другими товарищами, а потом уже добиваешь опытными рейнджерами. Возвращаемся домой. Ну, здесь пытаемся увести штурмовика и собрать пакет данных. Зона действия большая, штурмовик... Ну, посмотрим они как ходят вообще, куда будут уходить. Уходят от. Это хорошая возможность. Я эти возвращаюсь, эти точно видели. Ну... Скэтмену мы желаем удачи. Я не хочу двигаться вообще сейчас этим ниндзи. Надо, чтобы за Скэтмену ушли. Да ладно! Ну, это уже гагашечка. Ну, кажется, это в свой ход они спурились. То есть сейчас они не должны ходить, по идее. Я надеюсь. А-а-а! На крыше я не могу забраться. Ну, все только так. Через центр карты сейчас побегу. Скорее всего, увижу кого-то еще. Спрятался от этих на полу-кавере. На полу-кавере, точнее. Что, сожжется, что ли? Стреляет. Фух. Здесь живем. И сзади. А, это плохо. И действует. Ай, нет. Отравление. И еще секторит. Понятно. Ну, тут уже не выжить. Потому что отравление не закончится. Гага. Черт. Ну, у него были шансы. Если бы вот этих вот двоих мы не повстречали. Минус кэт. Могло быть хуже, конечно. Могли потерять. Ну, мне дали опять эту миссию, блин. Сопроводи в течение, там, трех дней. И что делать? Надо пытаться. Ранение на семь дней. Минус кэт. Ну, мало людей у меня на разведке. Действительность один. Морозная бомба. Еее. Не забудем на следующую миссию морозку взять. Инопланетные обломки расчищены. Семь дней. Во. А спасите. О. Випа спасти из камеры адвента. Снайпер. Пакет данных. Вот. Странники. Отлично. Вот это моя миссия. Здесь у нас опасная операция для жнеца. Короче. Мы здесь вдвоем. Ивак близко. Ну, ясно. И тут мне преграждает путь просто вышка. Разведывательная. Спасибо, как говорится, игра, блин. Мне ее нужно обходить через врагов. А можно вообще жнецом подойти туда? И сломать. Опа. Здрасте, пожалуйста. Два огнеметчик. Так. Что делать? Мне как-то нужно подойти этим для взлома. Не можем сломать. От час. Сможем. Еее. Ну. Справа еще кто-то идет. О, мутон. Ой. А, подождите. У меня же не закончится ход. Взлом. О-о-о. Ну, мирные не убегут. Да ладно. Что-нибудь придумаем. Небольшой запас сплавов. Ну, конечно. Конечно же. Сейчас мы проявляемся. Мутон со змеей в шоке. Эти тоже. Дрон тоже в шоке. Ну, смотрите. Мы, по крайней мере, спасаемся основными. То есть, мы спасаемся этим. Два из трех, как минимум, убегают. Уже неплохой результат. Ну, остаться жнецом, уйти в этот. Да, все. Забей, короче. Останется он жнецом. Кинь там в кого-нибудь калечащий удар и все. В мутон, а на-ка. 30 процентов. Оп. Получил. Получил. Все, пошел. Если хочешь остаться, останься просто так. И тебя мутон сейчас ушатает. Это вообще изи. Нет. А вот змеюка, да. Змеюка флангует. Змеюка полная. У нее там 85-90. Яд. О, это шанс. Хотя с травлением далеко не бегают. Плюс сейчас меня подожгут, скорее всего. Ай, дрон. Не-не-не-не-не-не-нет. Нет, скажи нет дезориентации. У меня там 30 процентов. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, вот если это не дрон, а так есть проблемы у меня с мобильностью. Ну, в целом, это выполненная миссия. Я бы даже сказал успешно. Учитывая то... Безупречно написали. Учитывая то, сколько времени мне давали на реализацию. Сканим миссии. Сила адвента 1. Бдительность 2. Максимально в этом регионе расходимся. Уровень технологичный 6. Рейд за материалами. Да вы что? 11 часов. Да вы издеваетесь. Искань, нескань. Все равно не успеваешь. Ну, это жопа. Все, здесь уже вместо... Вместо 7, 9, 10, 12. Ладно, у нас тут консилд. Взрывчатые вещества еще плюс. Ну вот, прилетает рейд. Куда ты вообще никак не можешь попасть. Там 11 часов. То есть ты ставишь одного человека, и там сразу вместо 16 человек 40. И, соответственно, следующего тира. То есть ты не можешь не... Хотя, может быть, на такие миссии надо просто отменять все операции и брать максимальное количество людей туда. Типа на 40 врагов следующего тира справляться таким образом. Может, и стоит в следующий раз проверить. Но у меня три миссии. Суммарно, вроде как они... Так, хорошо, у нас тут и ваг есть. Сейчас напомним вам, как работает замечательная морозная граната. Бах. Они сейчас... Или они... Подождите, они же целый ход сейчас. Толпа странников. О, нифига себе, где толпа. И все на меня. Нет, на правую еще ушли. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, эти все еще замерзшие. Все, я поехал, друзья. Увидимся с вами в 9 часов вечера. Я вернусь и... И продолжим спасать землю. Благодарю, что смотрели. Я даже сейчас анонс бахну. Увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok